Девушки отдыхают Ты уж поспешай, Сашок, а то люди бензин ждут. На седьмую поедешь. Все будет окей. Может, тетлюб, не волноваться. Ой, жареща сумасшедшая. Катюш, Кулагин к вам выехал. Ага, все в порядке. Катюш, Кулагин к вам выехал. 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 Продолжение следует... 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 Интересно узнать... Продолжение следует... 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 Ты что, чертенел, что ли? Глаз у тебя нет. Куда прёшь-то? А ты не реви, не реви, говорю. Я тебе сына спас, а ты из-за этой... Где они, Женького? Пахамон-то, Гороховый. Совсем голову потерял, чёрт. Да, потрудился Тагашкин. Хотел развернуться, выворачивать, стал, вижу, пацан под колёса. Вот, вывернул, задел немного. Вывернул? Молодь тебе вывернуть. Да ладно, Владимир. Где работаете? На строительстве. А муж? Нет, что-то мужа? Нет. Разошлись? Ну ладно, как фамилия? Кулагина. А вам-то что? Так это вы Кулагина. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Что? Вы разве знаете, как люди живут? У меня на работе руки трясутся, как про своих детей вспомню. С утра до вечера, как беспризорный. Ни детского садика, ни из слея, ничего нет. А у вас, начальников, одно на уме. Как бы нефти дать побольше. Пропади, а нам пропадал. Для того мы сюда и приехали, чтобы не их давать. Да и вы тоже. Берите детей, поезжайте. Куда? А вот он знает. Возьми ключ. Адрес помнишь? Адрес помнишь? Адрес помнишь? Берите детей, поющий хруст. Адрес помнишь? Адрес помнишь? Адрес помнишь? Приветствую вас. Здравствуйте. Знакомьтесь, Елена Кузьминична. Это Потукин, Петровский, так сказать, нефтяные короли Зурмагана. Ну, здравствуй. Учились вместе. А-а-а, прекрасно. Давай-ка тебя поцелую. Прекрасно, замечательно. Я вижу, поездка будет не только полезной, но и приятной. Однако нам пора. Стоп, нефтяники уже. Нет, обедать будем в Пурайске у Семенова. Ну, как живешь? Да, Лёйка, как? Работаем, работаем! На долгах там? Смотря по обстоятельствам. Это Пурайск? Да, он сам. Может, скажешь, зачем летим? Прошло столько лет, а ты все такой же? Какой? Ну, впереди его у нас еще будет. Иван Георгиевич, зачем понадобилось раскрывать Пурайск? Разве мы не выполняем свои обязательства для государства? Даже перевыполняем. А в чем же дело? Требует ли это? Требует. Иван Георгиевич, кому все-таки понадобилась Пурайская нефть? Нефти перерабатывающему заводу в Шафраново. Насколько мне известно, нефть заводу должен был дать Ваганов. Ваганов не успел зимой кинуть нефтепровод. А летом по этим болотам, сам понимаешь. Так. Значит, нам нужно затыкать свои башки в чужие дыры. А вот это уже не тот разговор. Государству нужна нефть. Эту нефть потребовали от нашего главка. Эту нефть дашь ты. Каким образом? Как давал до сих пор, так и в этот раз дашь. Не получится. Мне бы не хотелось, чтобы Елена Кузьминична составила о тебе превратное мнение, как о начальнике управления. Мне бы не хотелось брать на себя нереальные обязательства. А почему они нереальные? Потому что наш товарный парк перегружен, а если подключить еще к нему Пурайск, просто задохнется. Нужна капитальная реконструкция. А что по этому поводу думает главный инженер? Положение в парке действительно непростое. Концевая установка маломощна, сепараторов, увы, не хватает, а противопожарная система просто оставляет желать лучшего. Очень хорошо. Что хорошо? Очень хорошо, что вы так хорошо знаете трудности в работе вашего товарного парка. Легче будет работать. Пуск завода первого сентября. И к этому времени необходимо произвести реконструкцию и усилить мощности. Так вот, Глеб Константинович, снимай пиджак, засучивай рукава и начнем работать. Имей в виду, за сроки я спрошу строго. Понял меня? Понял. Ну, если не успеем с реконструкцией парка. Письменный приказ получишь завтра утром. До свидания. Ой, Малина. Малина Константиновича, ты тут сам как-нибудь справишься. Между прочим, Запурайск может поблагодарить свою старую знакомую. Ее идея. А ваше положение не дает вам право отказаться? Запомни, Батукин. Никакие обстоятельства не заставят меня изменить приказ. Крепко запомни. Я обещал, что нефть будет, и ты, Батукин, эту нефть дашь. Вот так. Ответственности испугался? А вы знаете, что у товарного парка человек погиб? Ну и что слышал? Ты так есть причем. Будь здоров. Всего доброго, Ван Георгиевич. Спасибо. Пока. Я покажу тебе свои апартаменты. Проходи. Если тебе здесь понравится, можешь не ехать в гостиницу. Сейчас что-нибудь придумаем, чайку попьем. Слушай, душно здесь у тебя. А, сейчас кузнечок сделаем. Сколько раз говорил Ирине, не ставь никогда этих ежей на подоконник. Сумасшедший. Все, теперь если ничто не будет напоминать о моей прежней супруге. Слушай, а вы давно расстались с Ириной? В новогоднюю ночь, полгода назад. Если жена уходит от мужа в новогоднюю ночь, это к счастью. А если муж уходит? Тем более. Слушай, давай-ка лучше я. Ух ты, я и забыл, у меня гости. Кто же, если не секрет? Мать за двумя детьми. Твоя? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Василек пить просит, я возьму молоко на кухне. Да, конечно. Ничего, что эту комнату заняла? Конечно, чего. Послушай, Глеб. А тебе не кажется, что эта милая женщина со своими детьми останется у тебя навсегда? А что, симпатичная женщина? Все-таки, судя по случившемуся, бензовоз загорелся из-за неисправности колодок. Почему это? А что ж, Кулагин тогда не вернулся, а продолжал рейс? Вот это и мне хотелось бы узнать. Скажите, а вы ничего тогда не заметили? Поведение Кулагина необычным. Как он себя вел? Ничего особенного. Был немного расстроен чем-то. Чем? Не поинтересовались? Поинтересовался. И что же? Послал он меня. Куда? В Лепу. А, и часто с ним такое случалось? Не сказал бы. Для того, чтобы расстроить его, надо было потрудиться. По-видимому, кому-то это удалось. Как спалось? Неплохо. Не жалеешь, что Ирина отпустила? Нет. Ничуть. Ничуть. Внутренней гармонии не было. Совместно наживали имущество, формулировка для суда при разделе движимого-недвижимого. До этого доходило. Слава Богу, нет. Да мы еще не разведены. Махнула крылом, прокричала ку-ку, уехала опять в Ленинград. И как тебе живется одному? По крайней мере, никто не дергает по пустякам. Большое хозяйство. Угу. Осторожно. Как сегодня? Выше нормы. Сколько? Полтора. Полтора. Перегруз. Как видишь. Давно работаете в таком режиме? Второй год уже. И как это твое управление до сих пор остается в передовых? Работаем по системе Мурощука. Просто ясно. Нефть нужно давать любыми средствами, вот и даем, сколько от нас потребуется. А ты что думаешь, Иван Георгиевич меньше тебя заинтересован в расширении парка? Слушай, Лёлька, платоническая заинтересованность Мурощука меня мало устраивает. Я материалист, мне действия нужны. Тебе сразу все подавай. На блюдечке с голубой каёвочкой. От меня ты чего ждешь? Я же не вызывал тебя, Лёлька. Ну, как видишь, я сама приехала, чтобы помочь тебе подключить Пуровинскую нефть. Подключить нефть я и сам могу, а что мне с этой нефтью делать? Дашь государству? То бишь, заводу в Шафраново. Неочищенной. Но не за песнями же Иваницкая поехала в Москву. Лёлька, ты-то понимаешь, что получить оборудование раньше времени, до полгода, это практически невозможно. Ну, а если Иваницкая достанет оборудование? Я поклонюсь Иву и Мурочникову ножки. Тогда не паникуй раньше времени. Ну что, Катя, не спим, что ли? Ну-ка, дайте-ка мне сюда. Погасите свет. Так. Ну-ка, не ко мне. О, какой тяжелый. И нужна вам эта морока. Че-че-че-че-че-че, если я можешь, не кричу. Че-че-че, если можешь, не кричу. Сейчас мы все пнем с тобой. Мама. Уснула? Давайте. Есть, хотите? А найдется? Я там приготовила кое-что на кухне. Разогрейте. Кто же из вас двоих такой невесучий оказался? Вы это о чем? Ну как же, пять лет одним одеялом укрывались, а дети так и не появились. Умные люди говорят, что дети это продукт любви. А у вас что ж, не было ее, что ли, любви-то? Как выяснилось. Черт знает что, такое горячее время, а у них тут сонное царство. А у них всегда так. С утра до вечера перекур. Ну-ка, снова и машина, Володя. Здесь? Ага. Шаланды полные кефали, В Одессу Костя приводил, И все биндюжники вставали. Перерыв, что ли? Раствор ждем, должны подвезти. Ну, а если не подвезут? А ему это по боку. Каждый день чего-нибудь да нет. Ставь, ставь. А он куда не сунется, везде его заворачивают. Мастер не может по столу шваркнуть и сказать, что положено. Вот пойди и шваркни. Постой, здесь дел что нет? Начать и кончить. А шо ж у него народ мозоль по низ спины натирает? А никому ничего не нужно. У них жены дома с детками хлопочут. На что им детский сад? Ну, давай, давай, ходи. Ну, что, мужики, так и будем сидеть? Товарищ начальник, а вы в кино ходите? Роман со влюбленных смотрели? Эх, загулял и загулял, и загулял. Парничка парень шавала молодой, в красные рубашоночки. Хорошенький так. Давай, два-два. Все? Все. Ну, вот что, мастером назначаю Екатерину Матвеевну Кулагину. Стройку беру под собственное наблюдение. Всем все ясно? Ясно. Только не вы меня назначали, и не вы меня снимете. Правильно. Не беспокойся, снимут тебя приказом по отресту. Не волнуйся, помогу. Приветствую. Вперед, пожалуйста. Алла Михайловна. О, спасибо. Соедините меня, пожалуйста, с начальником строя Треста. Хорошо. Садись давай. Иваницкий приехал из Москвы. А? Уже? Уже. С пустыми руками. Смешно? Да я так. Просто вспомнил, что не придется кланяться низкой в ножке. А не кажется тебе, что нас с тобой водят за нос? Приятное известие. Так. Нет по что. Труб на трассе осталось на три дня. Чем же оно приятно? Можем отодвинуть подключение к Пурайску. Каким образом? Вопрос с трубами. Решить к тому времени, когда это будет выгодно нам. Так. Ну и до каких пор предлагаешь тянуть резину? Пока парк не расширим. Ловко. Да не очень. Почему? Да потому что порядочным надо быть. Элементарно порядочным. Если кто-то ведет с нами нечистую игру, это не значит, что мы должны отвечать тем же. Вы что, Глеб Константинович? Работая с Морощуком, до сих пор не убедились, что прямая не есть врачайшее расстояние между двумя точками. Поймите, я стараюсь ради дела. Ну, тогда займемся делом. Поедешь в Селябинск. И сделаешь все, чтобы трубы на трассе были вовремя. Все понял? Все. Зря ты, Глеб, так резко разговаривал с Петровским. День пуска завода приближается. И, по сути, он прав. Надо что-то предпринимать. Послушай, Петр. В любом случае, нефтепровод из Пурайска строить нужно, так? Так. Зачем же нам с тобой его задерживать? Глеб Константинович, начальник строит резко будет позже. Он вам позвонит. Хорошо. Я могу идти? Да. До свидания. До понедельника, Алла Михайловна. Пошла. До понедельника никаких забот. Что делать будем? Для начала нужно поставить в известность Авилова. Хорошо здесь. Знаешь, если бы я не была так привязана к Москве, бросила бы я свои апартаменты, махнула бы сюда к тебе. Работала бы под твоим чутким руководством и никаких проблем. Эксплуатирует тебя, Виктор Васильевич? Как тебе сказать, без меня не обходится ни одно заседание и совещание. Всем он меня представляет как ведущего специалиста. Разве это не так? Все мое представительство сводится к тому, чтобы вовремя улыбнуться нужному нам человеку. Остычешь дело? Очевидно, одна твоя улыбка стоит дороже, чем недельные переговоры твоего начальства. Это естественно. Ты чертовски красивая женщина. Ты просто потрясающая женщина. Послушай, если я такая потрясающая женщина, то почему ты в жену взял Ирину, а не меня? Ошибся? Хочешь споточасти? А? Фух, шарище-то какая! Может, искупаемся? Хорошо бы, но я не взяла купальник. А ты Галышом, знаешь, как здорово. Ну, привет. А чего? Здесь на 10 километров никого нет. А ты? Мы же с тобой не чужие. Уговорилась, только первым в воду полезешь ты. Вот это разговор! Вот и всё! Галышом! Как отдал! И оп! Лёшка! Ты куда? Да стой! Да не оплачь! Ты спишь, Лёлька? Ты спишь, Лёлька? Ты спишь, Лёлька? Ты где? Ты где? Тоже elvesийишь春! Ты полигина дверь, кого Dodd или в подавн BOхид или должен быть? Тele hours? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Простите? Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Думаю, Глеб Константинович напрасно вас побеспокоил. Зря он это сделал. Я бы на его месте не то что меня, я бы обком побеспокоил. Если он этого не сделает, то уверяю вас, это сделаю я. ДимаTorzok Иван Георгий, у меня сложилось такое впечатление, что вы недостаточно серьезно оцениваете положение в товарном парке. Что вы имеете ввиду? Иван Георгий, уехал в подольск за оборудованием для расширения парка, так что меры приняты. Ну что ж, я очень рада, что мы поняли друг друга. Будьте здоровы. До свидания. На третью. Хорошо. Спасибо. Любовь Григорьевна, а вы ничего тогда за Кулагиным не заметили? Необычного. Это в каком смысле? Ну не мог он перед поездкой успеть пропустить стопочку. Ну нет, в такую жарище, да еще в рабочее время. И случается, Любовь Григорьевна, случается. Нет, трезвый он был, трезвый. Значит, вы говорите, что в тот день вам звонили с заправочной станции и срочно требовали бензин, так? Да. Кулагин знал об этом? Конечно, знал. Поэтому и машину так гнал. Это я во всем виновата. Да ну что вы? Я. Я ему сказала, распешай, Сашок. Люди бензин ждут. Успокойтесь. Успокойтесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Дядя Глеб! Дядя Глеб! О да! А у моей мамы сегодня день рождения. Да, а сколько ей будет? Двадцать пять. Двадцать пять. А что там мама больше всего любит? Цветы. А еще что? Конфеты. Так. Мы сейчас того что-нибудь придумаем, поняла? Только ты никому ни слова, ладно? А что я маленькая? Ах. К Василию вперед. А вот это меня знает, да? Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ха-хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи-хи. Не обращайте внимания, это так, бабье, пройдет. Меня сегодня следователь обвинил. Вы, говорит, причастны к гибели мужа. Косвенно, но причастны. Он перед рейсом в плохом настроении был. Почему? Да был, ну и что? Неважно, мы с ним жили. Ссорились часто. Да и как с ним было хорошо жить. О покойниках плохо не говорят, но вот вы узнали, что у меня сегодня день рождения. А ему бы это и в голову не пришло. Работа, дружки, работа. Ну да ладно. Хватит об этом. Давайте выпьем, чтобы хватило сил одной детей вырастить. Но вы женщина сильная. Вырастите. Им мужская рука необходима, твердая. А кому я теперь с двумя детьми нужна? Так теперь и буду, однако, ковать до конца. Даже если кто и попадется, все равно замуж не пойду. Почему? Зачем? С одним плохо жила, а с другим так же жить буду. Характер у меня скверный. Что-то не замечал. А Сашка мой каждый день замечал. И не забывал сказать об этом. А сами-то чего, бабылем, живете? Мужчина видный, с положением. Ваша знакомая из Москвы не отказалась бы. Видела я, как она на вас смотрит. Как? Да только позовите. И побежит. Тебя что, шить назовело? Вот. Мастерша твоя, Кулагин. Думай, стерва, если живет с тобой в одной квартире, то я и все, можно? Уйди. Чего уйди, чего уйди? Уйди, говорю, с дороги. Ты меня, начальник, не гони. Я свое право знаю. Так. Давай разберемся. Чего разберемся? Чего разберемся? Разберемся, говорю, давай. Нет такого захода, чтобы рабочего человека в глаз бить. Украл ведро белье, пропил его и пьяным явился на работу. Я ему говорю, убирайся со стройки к чертовой матери. А он, гад, знаете, что сказал? Что? Не успела, говорит, мужа потерять, как завела себе хахали. Это он про вас. Вот я ему и врезала. Так ему дурь не надо. Раз такие разговоры пошли, я от вас перееду. Забудьте. Ну уж нет. Теперь каждый может сказать, будто я... Будете жить у меня столько, сколько потребуется. Даже если нас будет обсуждать весь Зурмаган. Посторонитесь. Глеб Константинович! Тут ванночки привезли, а половина из них с трещинами. Если их поставить, няньки потом горе не оберутся. Что делать? С вами начальству звонили? Ну, звонила. Нет, говорят, целых. Ну, ладно, что-нибудь придумаем. Но думать надо сейчас, завтра же поздно будет. Их надо устанавливать. Ну и не смотрите на меня так. Сами же меня мастером поставили. А до этого случая вам приходилось перекрывать шоссе? Да, и не раз. Как же это вы умудрились, Глеб Константинович, построить шоссе рядом с парком? Шоссе строили до меня. Но вы-то здесь уже шестой год. Однако, в частности. Дело в том, что... Здравствуйте. Здравствуйте. Между катастрофой и положением в вашем парке прямая связь. Не допустила повышенной загазованности, ничего бы не было. Ваша вина, Глеб Константинович. Ищите козла отпущения? Пожалуйста, я готов. Я всего лишь не хочу, чтобы катастрофа повторилась. А вас, как я слышал, обязали дать нефть заводу в Шафранове. А? Вот и помогите нам. А то ведь Мурочак не любит, когда его приказы не выполняют. А впрочем... Иван Георгиевич кого угодно свою верообразит. Поймите меня правильно. Я ведь не оспариваю решения вышестоящих организаций, но по роду своей профессии обязан предупредить вас о возможных последствиях. И с юридической точки зрения, в том числе. Я вам повторяю еще раз. Загазованность в парке это чистая случайность, связанная с климатическими условиями. Была жара. Полное безветрие. Вот подуй ветер в зурмагане. От этой загазованности не осталось бы следа. Кулагин погиб из-за собственной беспечности. И напрасно вы мне здесь доказываете, будто есть какая-то связь между положением в парке и гибелью Кулагина. Да я-то убежден в этом. И считаю, что подключение Пурайска приведет к еще более серьезным последствиям. Уважаемый работник юстиции, вам не кажется, что судить авторитетно о технологии могут только специалисты? Мне кажется, вы сознательно не хотите понять, о чем идет речь. Иван Георгиевич, очевидно, вас больше устроит в вмешательство к прокурорскому надзору. Думаю, что разговор дальнейший бессмысленен. А знаете, Иван Георгиевич, в этой ситуации с нефтью вы ведете себя рассудку вопреки. Будьте здоровы. До свидания. Телеграмма из Подольска, Иван Георгиевич. От Иваницкого. Прочтите, пожалуйста. Оборудование в комплекте отгружено. Адрес Батукина, 25-го. Познавато. Что вы сказали, Иван Георгиевич? Спасибо, говорю. Будьте добры, соедините меня с Батукиным и возьмите прогноз погоды на первую декаду сентября по Зурмагану. Хорошо, Иван Георгиевич. Сонечка, а кто? Это твой муж. Сонечка, я обедать не приеду, так что вы же сами там как. Ну, будь здорово. Целую. Батукин у телефона. Привет, Батукин. Докладывай, как у тебя с нефтепроводом? На два дня раньше? Отлично. У меня для тебя тоже хорошая новость. Оборудование для тебя отгружено и через несколько дней получишь. Угу. Здрасте, Виктор Васильевич. Привет, Иван Георгиевич. Хорошо, что позвонил. Только что говорил с директором шафрановского завода. Заканчивает последнее приготовление к пуску. Надеюсь, ты тоже? Ну, в общем, да. Нефтепровод почти закончен. Вот только тут... Что только? Ну, есть некоторая тревога по состоянию товарного парка в Зурмагане, понимаешь? Тревожиться надо было своевременно, а не перед самым пуском завода. Кстати, учти, государственную приемную комиссию возглавляет сам Михаил Николаевич. Так что прикажешь доложить наверх? Будет нефть к первому сентября. Мы дадим нефть, но один раньше срока. Вот это другой разговор. Ну, всего доброго. До свидания. До свидания, Виктор Васильевич. Иван, может, тебе полететь все-таки в Москву? Объяснить Виктору Васильевичу, что оборудование поступает только сейчас. Это же, в конце концов, не твоя вина. Должен он это понять. Теперь меня, Сонечка, никто не поймет. Ну, посуди сама. Через три дня пуск завода. Кто-кто уж Виктор Васильевичу наверняка отрапортовал наверху. Понимаешь, что это значит? Отказываться надо было своевременно. Ну, и почему же ты своевременно не отказался? Доставь ты этот дурацкий рояль. Ты знаешь, как я всю жизнь жил. И ты знаешь, что до сих пор для меня самое святое слово надо. Чем труднее задача, тем почетнее. И рисковал я не в первый раз. Рисковал всегда, потому что я считаю, что для нашего дела без риска не обойтись. Ты вспомни, из каких только ситуаций я не выбирался. И знаешь, каждый раз с почетом. Да. Шесть орденов, как-никак. Правильно. Шесть правительственных наград в течение последних 15 лет. Это не так мало. Сонечка, наверное, я игрок. Игрок, которому жизнь без волнений, без тревог, риска кажется бессмысленной. И, кстати, Виктор Васильевич это прекрасно понимает. Прекрасно этим пользуется. Да, но сейчас ситуация создалась критическая. Да, критическая. Слава Богу, только не для меня одного. Что, ты имеешь в виду Виктора Васильевича? Его самого. Ну, вы же знаете мою точку зрения, Иван Георгиевич. Пурайск я смогу подключить только после реконструкции парка. Не валяй дурака, Батукин. Приемную комиссию возглавляет Михаил Николаевич. Но для меня это не может быть решающим обстоятельством. А для меня может, понял? Это я понял. Значит, делаешь так. Пурайскую нефть подключишь к главному нефтепроводу завтра. Я уже доложил об этом Виктору Васильевичу. Да, но... Послушай, прогноз погоды на первую декаду сентября. Сплошной, безостановочный, порывистый ветер. Допустим, что из этого? Ты совершенно разучился меня понимать, Батукин. Это означает, что пуск практически безопасен. Но если загазованность достигнет критических пределов, значит, отключишь Пурайск. И уже до полной, окончательной реконструкции парка. Но тогда встанет завод? Возможно. Но это уже не наша забота. И потом на строительстве бывает всякое. Знаете, как это называется? Это называется чрезвычайные обстоятельства. Это называется неумение планировать и организовывать производственный процесс. Конкретней. Конкретно Пурайскую нефть я подключать не буду. Я кончил с тобой разговор. Люба, запиши и передай телекс. К главному инженеру Зурмаганского НГДУ Петровскому. Записала? Батукин. От обязанности начальника управления освобожден. Да, заварил ты кашу. А где наша не пропадала? Может, Авилов поможет. Ты знаешь, я тебе тоже помогу. Когда самолет на Москву? Ты-то понимаешь, на что идешь? Понимаю. Похоже, моя спокойная жизнь у Виктора Васильевича качается. Что вы собираетесь делать? Подключать Пурайск. Когда? Немедленно. Ты же видишь приказ. Ну и так. Будем считать, что никакого предложения я тебе не делал. Мы оставимся просто друзьями. Ты мне здорово помогла. Я хочу выпить за тебя. За то, что ты есть. А ты знаешь, ведь Виктор Васильевич не хотел меня отпускать. Сама напросилась. Чего ради? Просто хотелось хоть ненадолго вернуться в прошлое. В наше с тобой прошлое. Но, увы, возвращение не состоялось и по этому поводу будет объявлен траур. Будет. Заказованность растет. Сколько? Три. Саша, как у тебя там? Двенадцать. Понятно. Седьмая двенадцать. Пурайск дает себя знать. Ого. Что там? Давление в трубах на пределе. Четырнадцатое. Вы бы хоть Батукина поставили в известность. Так. Одиннадцать. Он, наверное, провожает Елену Кузьминичну гостиницу звонит. Ну, вот и все. Сядем на дорожку. Да? А Тукин у вас? У меня. Тебя, Глеб. Да. У нас ЧП, Глеб Константинович. Немедленно приезжайте в товарный бар. Что? ЧП, говорю, немедленно приезжайте. Храмов звонил. ЧП, А-а! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...